Привет всем кто меня смотрит Продолжим делать нашу MMORPG Итак, следующим этапом наших умений должно быть использование маны То есть когда мы используем умения, у нас снимается мана там может использоваться умение или не может Но чтобы нам вычитать ману из умения, нам необходимо собрать сначала управление маной То есть какая-то система, которая будет за всей этой движухой следить И ее мы как раз начнем собирать Надеюсь за один раз получится Итак, начнем мы со следующего Нам понадобится для этого компонент Делать будем отдельным компонентом Вот тут у нас есть место И сюда мы его добавим Так, это у нас будет актор компонент АС будет у нас называться мана контроллер Ну так и назовем контроллер Вот Этот компонент у нас будет заниматься маной управлением маной Так, begin, play, tick отсюда убираем И нам нужна функция Которая будет называться инициализация Да, инициализация Мана Кон контроллер Вот Так, и что нам нужно здесь Нам нужна ссылочку на нашего персонажа Который мы управляем Это у нас char.info должен быть Где он там Как они там называются Вот Ссылка на char.info Готово Так, инициализация char.info Так В процессе инициализации мы сохраняем информацию о нашем персонажем и будем ей в дальнейшем пользоваться Она нам нужна будет для того чтобы мы могли сохранить это обратно в char.info изменения в мане Текущие именно Так Готово Вот Ну, дальше мы уже будем собирать исходя из того что у нас тут есть Значит что нам еще нужно Нам необходима настройка какая-то маны Для этого нам понадобится char.info Пресет Нам здесь уже не поможет Да 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 Чар.пресет Нам здесь не поможет Он только занимается внешним видом и базовыми настройками которые даются в самом начале Мы это все переделаем немножко Вот Давайте мы переделаем и добавим таблицу еще одну Которая у нас будет Управ Ну, в которой будут все параметры маны Так Где у нас структуры Вот структуры Создадим структуру для таблицы И это у нас будет мана мана парамс Так называем мана парамс Вот Значит что нам нужно Нам нужно во-первых нам нужно базовая скорость восстановления То есть нам нужен параметр который будет у нас интервал содержать интервал между тиками Ну, то есть скорость там сколько секунд должно пройти между предыдущей ну, между тиками как это называть бстик интервал я думаю так нормально пробел поставлю хрен стик интервал Вот Значит это у нас флот Да и у нас это будет пока раз в секунду тикать Вот это у нас базовая скорость восстановления маны в скобках интервал между тиками Вот В случае необходимости если в игре это будет предусмотрено можно будет этот интервал менять то есть чтобы мана восстанавливалась например быстрее но мне-то это не рассчитано я не рассчитываю это внедрять но все равно здесь настройка нужна вдруг мы захотим потом поменять и у кого-то мана будет быстрее восстанавливаться так поехали дальше и следующие у нас идет следующие кто у нас там пойдет это наверное базовый размер восстановления base base increase вауэ вот так назовем базовый размер восстановления сколько маны у нас будет прибавляться за каждый тик у нас это будет интегер потому что у нас мана насколько мне известно у нас в интегерах да сейчас посмотрю чар мана да у нас в интегерах это кстати тоже нужно будет немножко переделать так увеличиваться и увеличиваться и таким образом допустим на первом уровне восстанавливаться 100 маны на 40 там будет восстанавливаться 2000 маны ну чтобы была ощутимая разница по уровням это это у нас будет называться base base increase multiplier mul mul tip player base increase multiplier он у нас будет float потому что это число будет сплавающей запятой это у нас per level да то есть это у нас по уровням это у нас базовый размер размер восстанавливаемой маны вот а это у нас базовый множитель размера восстанавливаемой маны за каждый уровень персонажа вот и это у нас будет float array то есть массив массив где у нас первый элемент это соответственно первый уровень да он будет иметь множитель 1 то есть базовый размер маны не изменится потом можно будет допустим 1.5 сделать 2.3 и так далее вот но по умолчанию будет только один чтобы хоть кто-то был следующий кого мне хотелось бы добавить это максимум маны да максимум маны у нас мана в интеггерах поэтому у нас максимум мана максимум маны это интеггер и наверное здесь тоже самое получится что и с базовым множителем то есть нам нужен максимум маны за каждый уровень то есть на первом уровне у нас 1000 маны на втором 1500 на третьем 3000 и так далее но это опять же только базовые числа не учитывающие всякие множители которые дают там пушки доспехи всякие скиллы умения и прочее говно поэтому мы здесь напишем максимум мана пер левел то есть за каждый уровень базовый максимум маны за каждый уровень персонажа и у нас базовый максимум иметь будет в самом начале 1500 точнее даже не так пускай будет 500 у нас для магов будет 1500 для мечников 500 вот ну это мы будем задавать уже когда таблицу сделаем и так это у нас структура структура для таблицы так назовем ее dt мана парамс вот да ну вот так таблица потом будет называться что нам еще нужно по моему все tick interval increase val increase multiplayer максимум мана пер левел да и мультиплеер пер левел вроде бы пока все если вдруг что-то мне придет в голову еще можно будет добавить еще теперь нам нужно сделать таблицу из этого из этой структуры у нас есть ассет дата сюда и добавим таблицу так вот дата table и где у нас тут мана парамс мана 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 вот он мана парамс добавляем dt dt мана парамс отлично итак первый у нас будет кто персонаж мана так мана мана мейдж мей мак мак мейдж правильно зачем мана писать все маны будут это у нас будет мак да а следующий там будет это уже у нас варьер вот то есть у нас будет два юнита ну пока у нас два класса потом может быть сюда добавить еще кучу класс итак базовые параметры мага у нас будет такие базовой текст базовый инкри будет у нас больше. У нас это все-таки маг. Давайте ему 300 сделаем. И базовое уровень у него полторы тысяч. Вот. 300 в секунду. Сколько нужно секунд, чтобы полторы тысячи восстановилось? И это в стоячем положении. То есть без всяких множителей. Типа я сижу и поэтому быстрее восстанавливайся. Не знаю, сколько это секунд. Потребуется полторы тысячи делить на 300. Я думаю, кто-то уже в уме посчитал. Это 5 секунд. За 5 секунд нереально восстановить. Надо больше. Так. Примерно, чтобы за 20 секунд полностью восстанавливалось. Нет. За 20 секунд это тоже много. Давайте 30 оставим. То есть 50 секунд будет восстанавливаться в стоячем положении без каких-либо бонусов. Да. Это норм. Вот. Ну и, соответственно, у него будет 500. Поэтому соответственно, здесь нужно тоже как-то мудриться сделать не знаю, 10, например. 10 это как раз 50 секунд. Да. Базовый множитель. Такой, да, единичка. Так бы максимум полторы тысячи, а у него будет 500. Все. Отлично. Так. Ну давайте варю. Только поднимем наверх. Он у нас будет первым идти по списку, а потом маг. Так. Таблица для маны готова. Теперь делаем следующее. Теперь нам нужно найти таблицу чарп-ресет и сюда встроить таблицу с маной. Для этого нам нужно найти структуру с чарп-ресет. Да. Ой. Вот она. С чарп-ресет. Значит, вот это заменить ману на таблицу, которая у нас будет называться манопарамс. Да. Манопарамс профиль. Назовем ее так. Манопарамс профиль. И это у нас будет иметь дата тейбл row handle. То есть набор профилей таблицы и ее значение. Вот она у нас тут появилась. По умолчанию ничего не будет. Вот. В чарп-ресете мы теперь находим нашего персонажа. Это у нас. Вот она, наша шинби. И у нее в конце манопарамс. Надо будет их, блин, поднять, наверное, этот чарп-ресет. Это как-то слишком далеко. Надо повыше, 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 ближе к мане. Это все-таки мана. Так, она давно где-то в начале. А старая у нас изменится. Ну, от старого мы избавимся. Постепенно. Можем даже написать вот так. Так будет проще потом найти упраздненную переменную, когда мы ее будем менять. Поехали. Значит, теперь у нас таблица. Так, вот, манопарамс профиля. Все, что нам здесь нужно указать, это найти таблицу с маной, да, и указать, что у нас это мак. Вот. Готово. У нас таблица указана. У остальных, правда, не указано, но потом до остальных доберемся. Постепенно. Когда будем начнем тестировать их персонажей, их настроить, тут будем настраивать. Что ж, готово. У нас есть чар-пресет, и нам необходимо будет, значит, в инициализацию загрузить сюда манопарамс профиль. Да, этот профиль нам нужно будет загрузить. А откуда мы можем его взять? А у нас, кстати, здесь есть пресет. дед пресет нейм. Ну, это пресет нейм. А что еще от пресета есть? Ничего. Так, манопарамс профиль. А, у нас же есть дед пресет нейм. Точно, дед пресет нейм. И, соответственно, что нам нужно достать? Дед, что у нас тут есть? Дед армор дата, дата, дабл, обилити, армор понус, армор дата, чар-пресет. Вот у нас есть чар-пресет, скин парамс, и прочее. Да? Да, так, наверное, даже будет проще. Нам просто нужно найти эту функцию, и в ней прям добавить. Вон, какой-нибудь тип того же. Так, иди сюда. Чар-пресет. Гейм. Да пофиг вы, из кого дубликат делать. Сделаем дубликат. Напишем get mana парамс профиля. Get mana парамс профиля. И здесь вот 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 манопарамс, да, мы воткнем сюда в ретурн волга. Так, готово. Уберем лишнее. Так, ну и соответственно теперь у нас есть get mana парамс профиля. Нам получается даже и это теперь не нужно. Все, что нам нужно это чар-инфо. Дальше мы уже его профиль достанем. А дальше нам нужно достать значит у нас есть теперь посылка на таблицу и на строку и нам нужно достать информацию лучше ее сохранить. Чтоб не бегать туда-сюда. вот так. Теперь у нас есть информация базовой мани и соответственно единственное чего у нас нету это множители. Множители на старте, но мы постепенно это потом заполним пока у нас базовая мана будет без множителей. А нам множители понадобятся из оружия, доспехов и прочих удобрений. так, что нам нужно дальше сделать? Нам нужно проверить обязательно наличие здесь правил, ну то есть настроек. если у нас не настроено значит все печально и отправить дизайнера настраивать это все дело. Да, то есть мы можем тут принт стрим поместить и написать там например что не работает нифига ну я просто здесь этим заниматься не буду вот я этим заниматься буду на плюсах а здесь пока можно и так оставить вот я просто буду сам у себя знать что у меня здесь это будет подключено так ну в крайнем случае Unreal Engine сам выдаст ошибку так значит нам нужен data table row и нам нужно заполнить некоторые параметры здесь нам нужно указать мана структуру которая используется в этой таблице то есть мана парамс вот указываем эту структуру вылезает она отсюда и нам нужно здесь иметь следующее бстик интервал да нам нужно все это сохранить сохранить это в одной структуре в целой будем или хранить это будем в в отдельных параметрах в принципе можно и в структуре хранить структуры просто управлять неудобно но моей же здесь управлять не будем нам нужны только ее параметры и все поэтому наверное оставим структуру поэтому нам нужно сделать следующее мы можем просто сделать право кнопкой мышь и промоут ту в рейбл и написать мана парамс мана парамс и все тогда нам и вот этот товарищ не нужен профиль мы все равно уже оттуда все вытащили нам просто вот так вот достаточно вот мы доставим структуру это параметры нашего профиля там все хранение там все постоянные и временные числа то есть есть то что мы можем менять постепенно например я не знаю что мы тут можем поменять ничего мы тут не можем поменять давай тогда напишем base мана парамс вот из текущего нам все равно придется хранить increase value да текущий increase value текущий tick интервал но уже даже эту структуру хранить нет смысла никакого так нам нужна переменная tick интервал это на случай если вдруг у нас там предусмотрена замена интервала так следующее что нам нужно текущий increase value он будет у нас тоже меняться пасти в процессе игры так base increase multiple per level вот это нам нужно настроить следующим образом нам нужно узнать который у нас сейчас уровень get level вот у нас уровень у нас уровень начинается с единицы а значение массивов с нуля поэтому мы делаем минус 1 и вытаскиваем значение и это у нас будет increase per level да вот но мы наверное не будем сохранять да но лучше сделаем следующее мы лучше сделаем так берем таблицу берем break monoparams берем вот это вот это и по-моему это это должно сработать если мы это все в коллапсируем функцию да это сработало вот сколлапсировали функцию значит у нас теперь функция получилась вот так то есть мы берем character info берем preset name берем monoparams и вытаскиваем таблицу с этой таблицы не обязательно можно split сделать и теперь у нас есть параметр это можно ужать вот так это у нас базовая параметр да это у нас get base get base increase multiplayer вот то есть базовый множитель увеличения маны вот он будет в таком виде в таблице ну на случай если вдруг not phone будет готово надо его только сделать еще pure const и output заменить на на return value все нам это не нужно больше вот это вот да и нам нужно будет сделать то же самое с этим это у нас base mana да base максимум мана per level то есть нам нужно сделать get base get базовый максимум мана вот и это у нас ретурвалы заменить integer вытаскивать мы будем другой макси массив который выглядит вот так вот то же самое уровень и выбираем что нам нужно отсюда получить и так у нас теперь есть две функции которые у нас этим занимаются соответственно tick interval increase value у нас будут тоже меняться в процессе вот а те два не будут меняться base mana парам нам получается теперь тоже больше не нужен зачем если мы поняли что у нас теперь такой подход все готово базовые настройки есть теперь мы должны сделать следующее у нас нету а у нас максимум маны есть да значит максимум маны у нас должна быть функция отдельная get get max mana это отдельная функция которая будет собираться из множителей всяких но на данном случае у нас пока множителей нету будет пока только базовый максимум ну а дальше скорее всего он там умножить там плюс этот умножить на этот и бла-бла-бла и в общем тут соберется целое хотя я бы лучше сделал по-другому лучше сделать эту перемену иначе каждый раз когда эта штука будет вызываться каждый раз она будет заниматься расчетами что не очень правильно в плане перформанса поэтому мы просто соберем перемену который у нас будет называться max mana вот если у нас мана будет меняться то она будет добавляться сюда и соответственно здесь мы ее тоже в инициализации добавим она у нас на данный момент сбирается пока из базового максимума на уровень вот дальше следующее что нам нужно сделать таймер нам нужно теперь сделать таймер значит таймер мы сделаем следующим то у нас будет сделаем таймер здесь для удобства не здесь так да запустим мы таймер следующим образом если у нас давайте создадим функцию которой может заниматься старт инкри из таймер вот старт инкри из таймер значит чтобы он запустился нам необходимо убедиться что текущая мана у нас еще одна переменная нам нужна это будет current мана да вот текущая переменная она должна быть меньше чем базовая мана вот это первое правило запуска этого таймера второе правило запуска этого таймера никому не говорить о таймере вот ну я имел ввиду что у нас сейчас у нас нам нужно сохранить пускай будет функция и давайте return value сохраним это у нас как раз и будет параметр таймер то есть мы будем знать об этом таймере именно здесь increase mana вот так назовем его вот и суть его в том что мы должны проверить запущен он или нет если таймер у нас запущен то мы запустить не можем он и так уже запущен да то есть мы запускаем таймер только в том случае если он выдаст нам false то есть не работает вот если он не работает тогда мы его запускаем и запускаем мы следующее у нас будет функция которая будет называться у нас update да update increase mana вот она у нас будет иметь looping и она у нас будет иметь число tick interval так current mana нам нужно сделать реплицируемый max mana нам нужно сделать реплицируемый и компонент нам нужно сделать реплицируемым вот вся вся эта логика будет твориться на сервере а клиент будет получать только информацию об этих двух переменных и еще increase value он тоже будет получать информацию размер восстанавливаемый это нужно будет для виджетов которые будут показывать сколько маны подпрыгнуло над головой так таймер у нас запущен вот если соответственно у нас маны мало то таймер у нас запустится вот так выглядит функция start increase timer соответственно каждый раз когда у нас будет какие-то изменения в мане происходить мы будем вызывать каждый раз эту функцию она просто будет проверять можем мы ее запустить сейчас или нет нам нужно еще current mana достать а current mana скорее всего у character info get mana да у нас есть get mana вот character info будет иметь у нас current mana так мы теперь имеем текущую ману мы имеем максимум маны и все что нам теперь нужно сделать это запустить таймер если текущей ман окажется меньше максимум то на старте игры мы увидим как у нас продолжит восстанавливаться мана если допустим мы вышли из игры и он у нас там маны не хватало в принципе теперь будем делать эту функцию update and create mason нам не нужно создать и в этой функции будет твориться следующее у нас есть у нас еще должен быть параметр increase mana per second да increase mana per sec вот сколько маны восстанавливается каждую секунду вот increase mana per second этот параметр у нас будет собираться да будет собираться когда у нас произойдет какое-то изменение в в там параметрах маны там допустим новые там множители новые там бонусы там прочая фигня изменяется вот и нам нужно будет обновлять этот параметр вот ну задача его будет заключаться в следующем у нас есть current mana да и нам нужно складывать складывать с этим складывать с этим дальше мы делаем следующее increase дальше мы берем current mana вот этот параметр у нас а у нас же есть increase это да у нас блин у нас уже есть increase валы что это варюто да мы же его специально уже сделали вот так вот память как у рыбы так дальше больше или равно нулю если у нас mana заполнилось больше или равно не нулю только а максимума то мы то мы соответственно останавливаем этот таймер да current mana у нас теперь будет равна максимум маны то есть больше чем максимум маны мы набрать не можем вот и мы еще останавливаем таймер clear либо так либо можно сделать вот этот параметр clear timer by function либо через clear timer вот это вот работает одинаково но это я чаще использую для ивентов а это для функций чтобы запоминать и тоже update increase mana вообще наверное вот это попробуем вариант это нам понятнее просто эта функция например не работает в объектах в объектах таких как charter info например да и там приходится использовать именно clear timer function и set timer function там переменные вот этими нельзя управлять так готово то есть у нас мана копится как только она накопилась мы отключаем таймер накопления маны все мана полная готово так max мана current мана increase валы берется пока базовый да и нам нужно будет еще сделать какой нибудь апдейт давайте мы еще наверное сделаем параметр get base increase валы чтобы нам нужно было проще считать потом складывать вот это все то есть тоже charter info засунем это все в функцию и это у нас будет get base increase валы ну и соответственно этот параметр будет у нас иметь integer где он вот он increase валы делаем его pure const и вот сюда его засунем точнее даже не так сделаем мы сделаем функцию которая у нас будет называться update update increase или лучше set increase валы так как нам нужно сделать то так сделаем update update increase валы вот здесь он будет складываться потому что тут еще куча всякого добавится например там множители прочие которые у нас там есть на данный момент пока их нету поэтому делаем так значит сделаем следующее сделаем эту функцию приватной и пометим что это у нас категория приватки так base tick интервал у нас пускай так останется я потом не знаю что с ним буду делать update максимум мана было бы неплохо и это тоже сделать кстати update increase мана чем у нас отличается current мана current а это что а это у нас я понял давайте update на change поменяем потому что начинается путаница названий а тут пометим per tick вот тоже в приватку загоним это у нас внутренняя кухня вот так изменяем что нам еще нужно изменить change max мана это у нас тоже будет внутренней кухней change max мана мана тоже приватная тоже приватная и тоже здесь тоже пока вот так это мы оставим потому что у нас current мана и так уже меняется да у нас есть update increase мана per tick и current мана меняется постоянно поэтому current ману мы не трогаем тут start increase таймер все вроде бы все вроде бы ничего не забыл с инициализацией надеюсь покончено пока что теперь мы делаем следующее у нас есть get max мана сделаем это у нас как паблик и напишем парамс инициализация это у нас будет паблик только и инициализе вот starting increase timer это у нас внутренняя кухня get base increase timer multiplayer это у нас тоже будет внутренняя кухня наружки это знать не нужно base maximum мана тоже внутренняя кухня это тоже наружки знать не надо наружка знает только результат и это тоже вот рассортировали все функции то есть нам внутренняя инициализация получается и парамс да и нам нужно еще параметр get current мана тоже параметр который это у нас будет паблик парамс pure const и сюда мы запихнем текущую ману готово max мана и current мана знаете что мы делаем теперь устанавливаем компонент на нашего персонажа так чар парамс локал чара ставим как есть а кто у нас персонаж вот characters player чар так найдем здесь чар player парамс это у нас фишка исключительно персонажа поэтому здесь мы добавим мана мана контроллер и нам нужно будет инициализировать мана контроллер после того как мы пройдемся со всеми этими шутками прибаутками значит посесс это у нас работает только на сервере поэтому мы инициализируем мана контроллер тоже только на сервере да и нам нужно чар info pure player state чар info засунем сюда информация о нашем персонаж текущем следующее что нам нужно сделать это изменение маны у нас change макс мана есть да change макс мана должна делать следующее сохранять в чар инфу set макс у нас есть там макс мана у нас есть get макс мана нам нужно сделать set макс мана то есть добавить сюда функцию set макс мана эта штука вся потом поедет в базу данных поэтому мы здесь прям сразу заведем где у нас мана мана ну и вот так оставим нет это у нас не макс мана а где у нас макс мана вот макс мана макс и нам нужно set current мана так нет это не pure const set current мана эти штуки нам нужны чтобы изменить ману прямо в классе информации и этот класс потом будет обновляться в базе данных то есть прямо отсюда будем брать информацию о персонаже текущую и загружать ее в базу готово set current мана и set max ман так это у нас char info есть так это у нас будет называться update не лучше тогда change info change info то есть мы что-то меняем вот так вот назовем пока хрен с ним готово значит мана у нас есть максимум ману у нас есть значит что мы можем еще сохранять базе на будущее increase value у нас собирается из базового так где у нас change increase value у нас собирается из базового а также из всех шмоток соответственно его сохранить базы незачем он все равно при инициализации соберется из того что у нашего персонажа уже есть максимум маны у нас в принципе максимум маны у нас тоже собирается из того что у нас на нас надето и какого мы уровня а также все банки которые на нас висят поэтому максимум маны тоже нет смысла хранить в базе вот вот в чем логика получается да зачем нам хранить параметр который все равно у нас каждый раз собирается при запуске персонажа вот так что чар инфу макс мана не имеет смысла все логика победила надо будет потом от него отсюда тоже избавиться так все что нам там нужно хранить это current mana current mana значит current mana у нас как раз и высасывается из характера инфу соответственно это уже как из базы да и потом загоняется в базу значит в базе мы будем загонять в параметре update increase mana per tick то есть вот мы сделали все мы здесь set current mana используем да то есть у нас теперь current мана такое и здесь set current mana мы используем на false это если у нас она еще не полная готово теперь пробуем теперь пробуем теперь мы должны кое-что поменять в нашем виджете get mine вот это get char mana нам нужно поменять значит это у нас есть в логике и нам придется кое-что тут изменить а именно теперь get controller pound get component by class и у нас теперь есть mana контроля да теперь нам не нужно лезть в player state не нужно char info доставать у нас теперь есть mana контроллер который get current который имеет current mana вот так вот current mana у нас параметр реплицируемый так что виджете он появится и здесь то же самое а это max mana извиняюсь get max mana он у нас почему-то не pure const сейчас исправим готово а где у нас current mana вот да да убираем тоже все get контроллер pound это у нас pound управляемый контроллером да get компонент by класс это у нас компонент который установлен на пауне да который управляемый контроллером и нам нужен компонент mana контроллер из него вытаскиваем get current mana вот соответственно если пойдут ошибки но все плюс это все равно надо будет сделать а здесь если вдруг появятся ошибки то можно будет сделать а то конечно блюпринты защищены от тех случаев когда у нас используются пустые ссылки вот это у нас может быть пустой ссылкой если вдруг виджет загрузится до того как появится персонаж с этим компонентом да такое возможно так смотрим что у нас получилось 1500 из 1750 нам нужно теперь настроить в этом в компоненте SQL чтобы у нас маны было поменьше а то у нас теперь полторы тысячи эти полторы тысячи никак где у нас everybody 2 у нас какой темплейт используется xmana 1750 а это чё shimpy т кто у нас используется то bitcoin template t2 shimpy template нигде не используется напитали 2 нахрен тогда его чтоб не вводил заблуждение у нас будет 1000 маны в самом начале, макс мана нам уже не нужна в базе, да, нам нужно только current мана и все ошибок нет? нет это все фигня это все фигня да попробуем зайдем и так у нас 1000 маны из 1500 так, это у нас кто такие? а, это они в blueprint жалуются, да пофиг но у нас ничего не происходит почему-то ничего не происходит сейчас будем смотреть а, нет, мы мана контроллера уже поставили get current мана где у нас этот оттейд так, проверяем работает ли он у нас да, и засунем еще тут current мана не работает не работает где у нас инициализация поставим сюда брикпоинт вот он у нас работал степ овер тик интервал у нас ноль а, базовый тик интервал я что, не настроил что ли? по-моему, я нашел в чем проблема где у нас монопарамс нет, бастик интервал у нас настроен так, монопарамс настроен значит должно быть все правильно еще раз идем один да, все правильно один increase increase мана это у нас тысяча заходим так, это я не туда уже зашел, извиняюсь надо внутрь было зайти сейчас еще раз пробежимся так, это проверили проверили, проверили проверили заходим внутрь и у нас теперь тут проверяется все, да start increase current мана у нас с тысяча это у нас тысяча пятьсот значит true таймер у нас запущен он не может быть запущен значит мы его запускаем update increase у нас тик таймер сто готово то есть получается таймер мы запускаем да что может пойти не так если все идет по плану так, update increase мана может я ее переименовал а, точно я ее переименовал господи такой функции теперь не существует ну и соответственно здесь тоже а, у нас здесь просто таймер глушится и все да, извиняюсь такой функции просто не существует теперь я ее переименовал и теперь вот у нас мана пошла да, мы видим как у нас мана восстанавливается постепенно потому что у нас сейчас маны меньше максимума и это у нас сервер показывает какое у него число на данный момент как мы видим да, все у нас мана восстановилось и таймер закончил свою работу отлично постановлением она работает так первый этап мы сделали да первую часть плана нашего следующая часть плана у нас так следующая часть плана у нас будет уже снятие маны снятие маны game main так нам это уже пока не нужно так вопрос там успею я или нет уже почти час прошел но главную вещь мы сделали мы сделали систему восстановления маны и как же каждый раз когда у нас маны станет меньше да давайте сделаем следующую функцию это у нас будет чек чек валит мана это функция которая нам обязательно пригодится значит ее задача просто вывести булев это будет булев вот суть в чем здесь мы создадим перемену которая будет называться у нас чек мана и она у нас будет называться intg значит суть этой функции в следующем как только мы захотим использовать какое-то умение эту функцию нам необходимо вызвать и она нам сообщит хватает у нас маны на использование этого умения или нет то есть если у нас этой штуки даже мы сделаем как больше или равно меньше или равно короче в общем в любом случае придется или равно использовать то есть если эта штука меньше или равно канат мана мы возвращаем true вот и все то есть мы можем проверить можем ли мы использовать умение на текущий момент да она нам вернет true и дальше логика понеслась тоже pure const это у нас будет public params вот ну и соответственно что нам еще нужно это decree из мана decree из мана функция decree из мана она достаточно проста в названии да мана to decree из отсюда мы это число которое мы вычитаем из текущей маны из current маны берем мана вычитаем вот эта функция должна у нас вызываться только тогда когда у нас чек валет мана сработал то есть здесь мы еще раз на всякий случай проверяем хватит у нас маны чтобы снять ее или нет потому что хитрожопые могут обойти чек валет и сразу вызвать decree но мы этого не будем допускать хотя ладно не будем обойдемся без этого мы это там будем делать значит наша задача будет просто сделать вот так отнять ману на текущую число текущую ману записать обратно и нам нужно еще будет что сделать нам нужно будет в character info тоже set set мана set current мана тоже поменять потому что мы ее сняли отсюда следующее что нам нужно сделать это вызвать функцию это у нас decree из мана это у нас public parents да нам нужно вызвать функцию которая называется start increase timer мы ману изменили у нас мана уменьшилась поэтому нам нужно вызвать start increase timer он запустит восстановление маны снова если у нас мана уменьшилась ну или не запустит если таймер уже включен вот это у нас будет вызываться когда мы используем умение либо когда мы используем наложение давайте на всякий случай все-таки будем использовать кламп потому что я вспомнил что у нас есть еще всякие доты дебафы а также вражеские умения которые могут снимать ману поэтому мы поставим кламп где будет минимум 0 а максимум это current мана кламп ограничит наше количество маны хотя не знаю кламп хорошо это или плохо но можно будет использовать ну на плюсах все равно на плюсах это будет выглядеть вот так если эта штука меньше нуля то если эта штука меньше нуля то мана будет равна 0 то есть вот так будет выглядеть вот наверное это будет дешевле чем кламп использовать поэтому мы сделаем следующее current mana вот если эта штука меньше нуля то мы используем 0 0 а потом уже записываем что у нас осталось да и соответственно false это если не условие не вернула и у нас все равно man осталось больше нуля тогда просто сразу идем и спускаем этот параметр вот такой вариант можно использовать так ну все декрейс мана готова да чек валит мана готова это для использования умений в следующем видео мы продолжим продолжим мы делать все дальше ману вот а дальше нам нужно будет что уже сделать нам уже нужно будет мы можем сделать следующем видео виджет снятия маны или это потом потом мы продолжим да потому что сейчас шмотки привязывать а кстати у нас сейчас я прям пять минут мне нужно вспомнить про шмотки у нас здесь день есть таблица шмоток ну где они используются то все откуда вообще эти шмотки берутся я уже забыл ладно потом посмотрю может быть потом еще привяжем все остальное ну в любом случае компонент база мы сделали мы его будем дальше доделывать это не все что нам тут нужно нам дофига еще нам нужно будет еще вытащить все шмотки множители и прочую фигню а пока у нас будет работать так на этом пока все всем спасибо и до скорых встреч